Всем привет! Вы часто спрашиваете меня про беспроводные наушники. Какие выбрать? И вот в 2019 году сложность ответа на этот вопрос даже не в том, что очень много производителей выпускают беспроводные наушники, а проблема в том, что существует очень много разных типов беспроводных наушников. И ответить однозначно на этот вопрос можно только понимая, какие наушники конкретно беспроводные вам нужны. В этом видео как раз постараемся ответить на этот вопрос. Мы покажем вам разные типы беспроводных наушников. Это не обзор конкретных моделей, хотя покажу я определенные позиции. Это вот скорее про типы, про разновидности. Это ответ на ваш вопрос, какие беспроводные наушники выбрать. Ну а перед тем, как начать, я как всегда рекомендую подписаться на наш канал, потому что у нас каждый день выходят новые обзоры гаджетов, смартфонов, наушников, всякие подборки, сравнения. Поэтому оставайтесь с нами, обязательно подписывайтесь. Кнопочка находится внизу. Там же находятся ссылки на все наушники, которые мы покажем в этом обзоре. Ну а теперь поехали. Начнем мы с самых больших и полноразмерных беспроводных наушников. Это те варианты, которые полностью закрывают ваши уши и выглядят вот так. Такие модели идеально подходят для использования во время длительных поездок, статично дома или на работе. Они габаритные, но часто в комплекте с ними идут кейсы для транспортировки, а сами наушники в идеале складываются. Почему они удобны? Да потому что сами амбашуры достаточно большие. И когда вы их одеваете, они очень удобно лежат на голове, нигде не передавливают уши, потому что ухо прям входит в сам амбашур. И вы можете на протяжении длительного времени находиться в этих наушниках, и вам не будет дискомфортно. Но это естественно при условии, что вы подберете те наушники, которые подойдут под ваш размер уха. Ну вот, например, эти на мне лежат идеально. Как пример, причем я со стопроцентной уверенностью назову идеальной для себя, Sony WH-1000XM3. Я брал их с собой пару раз в путешествия, летал в них, ездил на автобусе, и это мой идеал такого типа наушников. В современных полноразмерных наушниках часто устанавливают шумоподавляющие системы, и в этих Sony она тоже есть. Технология называется noise cancelling. Реально эта система, вот конкретно сейчас эта, полностью обрубает все шумы, которые происходят вокруг вас. И это очень важно, когда вы находитесь в транспорте, потому что, когда вы не слышите этого шума, закрывая глаза, вы можете просто забыть про то, что вы находитесь в дороге, и по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Мои друзья знают, что я не люблю летать, но вот в них реально забываешь, что ты на высоте 10 километров и просто спишь. Работают они от одной батареи 30 часов, быстро заряжаются за 10 минут на 5 часов работы, есть встроенный микрофон для разговоров и работы голосового помощника. В комплекте, кстати, есть важный адаптер для самолета, обычный камер 3.5 и вот такой вот жесткий кейс. Подключаются они быстро по NFC, поддерживают Hi-Res Audio и вот это все. В общем, это идеальный вариант. Второй тип чуть поменьше. Это так называемые накладные наушники. И исходя из названия, они не полноразмерные, а просто накладываются к вам вот так вот на уши. Они компактнее на голове и в таких моделях удобнее двигаться. Я бы порекомендовал бы такие наушники тем, кто хочет хороший качественный звук, недоступный наушникам-вкладышам, о которых мы еще чуть позже поговорим, но хотят более практичные варианты, чем полноразмерные. Я сам пользуюсь такими вот накладными наушниками уже достаточно давно. Вот мы Marshall Mead, которым пару лет. К слову, за пару лет они не стали хуже держать батарею или хуже играть. Я очень ими доволен. Но сегодня я покажу вам более свежую модель Marshall Mayor 3. Это классический пример накладных наушников со складной конструкцией. Они очень удобно лежат на голове и в них вполне можно даже спортом заниматься. На голове сидят крепко, но не передавливают. Но я обязательно рекомендую перед покупкой накладных наушников прийти в магазин и одеть их, посмотреть, насколько вам комфортно. Потому что я знаю людей, которые вот такого типа наушники не могут носить и дискомфортно. Такие Mayor 3 могут воспроизвить музыку до 30 часов. И я хочу вам сказать, что это абсолютная правда. Свои мид я заряжаю очень редко. Тут же есть встроенный микрофон для разговоров, но вот кейса в комплект не положили. А жаль. В комплекте есть оригинальный кабель для зарядки и 3,5-миниджек кабель для проводного подключения. Я могу со стопроцентной уверенностью рекомендовать этот бренд, потому что сам им пользуюсь уже давно. Дальше я хотел бы показать вам наушники, которые можно порекомендовать для занятий спортом. Тут будут две модели от компании JBL и одна модель от компании Sony. Тут три главных критерия. Это легкость, компактность и влагозащита. Начну вот с таких wireless наушников JBL Sport Wireless React, которые созданы совместно с известным спортивным брендом Under Armour. Это wireless наушники, так принято называть модели, в которых кабель есть только между самими вкладышами. То есть к смартфону они подключаются по Bluetooth, но между собой все-таки есть связующее звено. Преимуществ у такой конструкции много. Ну вот, во-первых, если вы не хотите конкретно сейчас слушать музыку, вы можете их снять, и они у вас просто останутся вот так вот висеть на шее. И если вдруг все-таки, хотя это не про эти наушники, если у вас выпадет один из вкладышей из уха, то вы его не потеряете, потому что он просто останется опять же у вас висеть на шее. В-третьих, производитель может установить аккумулятор не в сам наушник, а вот такой вот дополнительный корпус, тем самым сделав сами вкладыши легче. Пару слов о конкретно этой модели. Тут защита от влаги IPX7, очень удобная конструкция самого наушника, который повторяет форму ушной раковины, и батарея на 9 часов работы. В комплекте есть кейс для транспортировки и сменные амбашуры разных размеров. Дальше у нас Sony. Это не просто wireless наушники, как предыдущий JBL. Это еще и MP3-плеер, для того, чтобы можно было использовать эти наушники без смартфона, например, для занятий плаванием, ну или бегом. И не брать с собой ни телефон, ни часы, просто одеть наушники и побежать. На встроенную память в 16 гигабайт вы закидываете любимые треки и можете использовать их как плеер. Для плавания это ультимативный вариант, потому что, во-первых, они полностью водонепроницаемы, по стандарту, от IPX5 до IPX8. Тут главное не завтыкать поменять амбашуры, потому что я сначала не понял, что значит IPX5-IPX8. Ну, обычно так не пишут. Все дело в том, что там есть разные амбашуры. Есть которые для использования на суше, есть которые для использования во время занятия плаванием. Поэтому, вот если не забыть, тогда все будет хорошо. Защита от IPX5 до IPX8. В зависимости от типа амбашур, который вы сейчас поставили. Во-вторых, вы не привязаны к телефону даже по Bluetooth, который под водой не работает. К тому же, конкретно эта модель не боится пыли, и им можно пользоваться во время занятий пляжными видами спорта, и они выдерживают перепады температур от минус 5 до плюс 45 градусов. Батареи хватает на 12 часов и есть быстрая зарядка. Подключили на 3 минуты, потом слушаете час. Ну и последний вариант True Wireless наушников от JBL называется Endurance Peak. Это, собственно, и последний тип беспроводных наушников. True Wireless, когда наушники подключаются к смартфону без кабеля, и между ними тоже нет кабеля. Самые беспроводные варианты из беспроводных. Конкретно эти для самых активных пользователей. Конструкция очень удобна в движении, легкая и приятная. На ушах сидят отлично. Никакие кабеля не сковывают ваше движение, и вы просто ни за что не можете зацепиться никаким кабелем, потому что наушники находятся непосредственно у вас на ушах, и это очень удобно. И, кстати, они защищены от влаги по стандарту IPX7, то есть защиту при частичном или коротковременном погружении в воду на глубину до 1 метра. Именно такие варианты я бы взял бы себе, если бы уже, наконец, пошел в зал. Надеюсь, я уже, наконец, пойду в зал. В комплекте с ними есть вот такой кейс для зарядки и амбашюры разных размеров. Заряда хватает на 4 часа воспроизведения музыки, а кейс может зарядить их еще 5 раз, и того выходит 24 часа работы. Есть быстрая зарядка, 10 минут в кейсе, 1 час работы. Ну и, наконец, последний тип наушников, к которым относятся и предыдущие, которых я рассказал про спортивные, так называемые True Wireless наушники. Но для тех, кто не занимается спортом, а просто говорит по телефону и слушает музыку, самые компактные решения, всегда с зарядными кейсами в комплекте. Это лучшее решение на каждый день, потому что у них нет ни кабеля к смартфону, ни кабеля между самими наушниками, и сами они максимально компактные. Самые популярные формы – это как AirPods, по сути, законодатели этого типа наушников. А также есть формы, как у Samsung Buds. У меня тут, как пример, Huawei Free Buds Lite. Вот такие аккуратные True Wireless наушники. Работают они до 10 часов зарядным кейсом, микрофон в каждом из наушников и защита от влаги IPX4. Это чисто не бояться дождя, плавать, естественно, в них нельзя. Samsung Buds – вот такие вкладыши, которые вставляются в ушную раковину почти полностью. У меня есть такие вот Buds, я ими иногда пользуюсь, правда, большую часть времени ими пользуется моя жена. Причем и у меня, и у нее iPhone, но мне намного больше нравится, как Galaxy Buds сидят в ушах в сравнении с AirPods. Поэтому вот эти наушники мне понравились больше, и жене моей тоже. Держат они 6 часов, а кейс их может зарядить до 4 раз. Итого выходит 24 часа работы. Такое вот у нас видео получилось про беспроводные наушники. Я надеюсь, вполне доступно объяснил, какие варианты существуют, и, возможно, вам теперь будет легче выбрать какую-то конкретную модель. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Ссылки на все эти наушники, которые мы сегодня показали, я оставлю в описании. Если вас заинтересует конкретно эта модель, можно будет перейти и ее сразу купить. Обязательно ставьте лайк за это видео, подписывайтесь на канал. Вот, собственно говоря, находится кнопка. А также рекомендую посмотреть вот это наше видео. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Я думаю, эта тема вас тоже заинтересует. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и яркого настроения. Пока!